Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Наступило время осенней обрезки винограда. Покажем на примере трехлетнего куста. Расскажу, точнее отвечу на ваши вопросы, что же делать дальше, начиная с 4-го, с 5-го года. Покажу некоторые отклонения и скажу сразу, что режем мы куст без сучка замещений. Считаем, что в этом нет необходимости, добавляет лишние сложности. Поэтому покажем, как делаем мы. Итак, вот у нас трехлетний куст. Четыре рукава, смотрите. Раз, два, три, четыре. Напомним, мы формируем со смещенной зоной плодоношения, с системой нулевого куста. Отдельное видео по формировке есть, я вам оставлю ссылку под этим видео. Итак, теперь. Вот на этом рукаве мы выбираем. То есть смотрим приблизительно середину куста. Приблизительно, где-то куда-то может что-то отклоняться, поэтому смотрим, как получается. И максимально близко к этой середине выбираем удобно растущий для нас побег и сильный побег. Ну, в данном случае здесь все просто. Побегов немного. Вот он наш хороший, растущий побег. Вот наша середина куста. Все за ним мы все убираем. Вот эти побеги, которые растут до середины куста, тоже мы убираем. Единственное, что если вы формируете не с системой нулевого куста, а просто у вас сидит один вот этот куст, мы вот эти побеги потом пустим на ту часть шпалеры, а центр у нас останется пустым. Поэтому в центре вы можете оставить какой-то побег на плодоношение. Например, вот этот, смотрите. Смотрите, он у нас идеально ляжет вот сюда. И вот эта часть куста у нас будет задействована. Дальше там тонко обрежем приблизительно вот до сюда. Вот как раз эта часть шпалеры будет рабочей. Если у нас растет только один куст, либо мы его выращиваем без смещенной зоны плодоношения, тогда обрезка выглядит чуть-чуть по-другому. Вот здесь схема. То есть принцип остается тем же, но обрезаем ближе к центру куста. Смотрите, на данном рисунке розовом я обозначила места, где мы отрезаем старые плодовые стрелки. Красными стрелками я обозначила те побеги, которые у нас пойдут на плодовые стрелки на следующий год. А красными стрелочками я обозначила те побеги, которые мы можем развернуть в центр. Неважно, с какой они будут стороны. Справа, слева. Это те побеги, которые вам удобно будет загнуть в обратную сторону. Положить именно вот на эту самую середину куста. И в итоге у нас получается вот такая картинка. Я специально лозы здесь обозначила зелененьким, вот то, что у нас пойдет на плодовые стрелки. И видите, опять же, розовыми стрелками, то те побеги, которые у нас пойдут в центр. Значит, смотрите, вот этот побег, который мы оставляем на плодовую стрелку на следующий год, вот мы его приложили до края шпалеры, померили. Ну, дальше нам уже некуда его пускать. И все здесь отрезали. И вот у нас, вот это будет плодовая стрелка на следующий год. И из этих почек у нас пойдут лозы, на которых уже будет урожай. Вот смотрите, второй рукав. Вот у нас есть побег. И вот у нас есть побег. Вот этот уже слишком далеко, там второй куст сидит. Поэтому мы оставляем вот этот. Да, он не совсем к центру, но нам он удобнее. Поэтому его оставляем, вот это убираем. Так, по такому принципу мы обрезаем все четыре рукава. Ну, смотрите, вот этот рукав, вот этот, тот, который мы порезали, и этот. Вот этот сильно от них отличается. Он такой тонкий, не совсем удачный. Там один только побег такой, не сказать, чтобы очень сильный. И вот у нас есть побег от корня. И в данном случае нам лучше оставить вот этот побег хороший и мощный. И пустить его на плодовую стрелку, а в дальнейшем сформировать из него хороший, сильный рукав. Чем оставлять вот этот вот слабенький, тоненький разницу. Видите? Ну, вот этот с мой палец почти. И вот этот с мизинчик. И точно так же мы будем поступать на кустах любого возраста. В некоторых случаях нам надо будет отращивать побеги практически от корня или максимально близко к ним, чтобы заменить рукава. Всякое с рукавами может случиться. Их может порвать при заморозке. Может там еще что-то возникнуть, какие-то непредвиденные ситуации. И в таком случае мы отращиваем вот такие побеги, которыми и заменяем плохие рукава. Смотрите, вот еще пример. Три побега. Теоретически вот этот центр куста. Но разницу между побегами видим. Вот этот и вот эти два. Они разные. И мы выбираем именно тот, который нам удобнее. То есть этот однозначно нет. Однозначно мы его убираем. Я уберу, чтобы он нам не мешал. И выбираем между этим. Ну, конечно, вот этот сильнее, он мощнее. Поэтому мы его оставляем. Если был бы лучше это, значит оставили бы это. То есть тут, смотрите, уже сами по факту, по месту. Вот так наш куст будет выглядеть весной. Вот наша старая древесина. Вот наши плодовые стрелки. А это еще и будущий рукав. Сейчас лоза закаляется. Потом с наступлением первых морозов мы ее укладываем на землю и укрываем. Вот, смотрите, еще пример такого нетрадиционного куста. Ну вот в одну сторону у нас все хорошо. Рукава пошли, а в другую нет. Но не было из чего их формировать. Что будем делать? Вот у нас есть практически от головы куста, от центра выросший побег. Значит, мы его оставим на плодовую стрелку и в дальнейшем на рукав. Ну, а еще один рукав будем доращивать. То есть наша задача весной будет, если вот здесь какие-то пойдут почки, не выламывать их, а оставить одну, может быть даже две, чтобы было из чего выбрать и вырастить еще один побег, который у нас пойдет на рукав. Ну, сначала на плодовую стрелку, а потом на рукав. И частый вопрос, который вы мне задаете, а что же делать постепенно, ведь у нас рукав будет удлиняться? Смотрите, вот пример. Вот здесь удлинение практически не произошло. Вырос прекрасный побег из угловой почки, и его мы и оставим на плодовую стрелку на следующий год. Бывает, конечно, может удлиняться вот так, но в принципе, смотрите, вот, в следующем году у нас может пойти вот расти вот эта почка, и мы опять получаем вот этот же там сантиметр, два всего лишь. Либо вот на этом будет хорошо видно. Вот, вот здесь у нас пойдет почка. И вот сколько у нас тут удлинится? Совсем капельку. При этом вот здесь у нас всегда так или иначе периодически будут пробуждаться почки и расти. И когда у нас, если что-то сильно удлинилось, мы выберем вот здесь весной почку, которая удобно для нас растет, выращиваем из нее побег, ну, а потом используем его на плодовую стрелку. И еще один пример. Если рукава слишком сильно удлинились, если что-то с ним не произошло, вот у нас вырос побег от головы кустна, от центра кустна. И мы его оставили, мы его весной не вламываем, мы его оставляем на замену рукава. Такие побеги растут достаточно часто, поэтому наблюдаем, смотрим, чувствуем ваш куст, и когда есть необходимость, мы их оставляем. И еще такая подсказка, если вот таких побегов вдруг у вас начинает расти часто и много, это показатель того, что рукава пора менять. Значит, что-то там идет не так, и растение само вам подсказывает, что вот я расту отсюда. Значит, мы их не выламываем, мы их используем на замену. Такую схему обрезки мы с вами можем применять тогда, когда у нас лоза хорошо вызрела. А вот что делать, если она вызрела совсем мало, совсем слабо, я вам расскажу в другом ролике. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения, не задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!